Всем привет с четвертого этапа DSL Красноярска. Ну что, буквально вчера Красноярск утопал под проливным дождем, но уже сегодня светит солнце и погода буквально доказывает нам свою любовь, подарив нам еще один теплый летний период для отличного дрифта. Порадовали и судьи уже по традиции, доверив нашим участникам конфиг, повторяющий задание предыдущего этапа РДС. Конфиг против часовой, мягко говоря, непростой, который не прощает ошибок, неопытности пилотов и требует полной отдачи пилота. Конфиг, который, кстати, перевернул все с ног на голову, оставив лидера квалификации за пределами топ-8 аутсайдеров главными героями этапа. Но обо всем по порядку. Итак, по результатам квалификации был сформирован топ из 21 участника. Собственно, тут-то мы и включимся. Кобзин Владимир и Никита Мещеряков, которые сразу же отрываются вперед. А во втором заезде гораздо ближе преследует своего соперника и проходит дальше. Следующая пара – Лавриков Илья и Цибин Артем, который в дуге едет на прямых колесах и отстает. Уже не может догнать Илью Лаврикову. Во втором заезде Илье удается быть ближе, сохранять стабильный угол и, собственно, именно он и одерживает победу в этом заезде. Горенков Степан и Каюмов Кирилл. И ай-яй-яй, пилот на Альтезе так увлекся перекладками, что сделал даже на одну больше, чем надо, чем и насолил самому себе, потеряв дрифт и критический отставок. И ошибка соперника в предыдущем заезде позволила Егоренкову Степану победить. Дмитрий Кокорин и Дмитрий Юшков, который сильно встает на прямой для перекладок. Дмитрий Кокорин вторым номером справляется лучше, стабильнее, ближе. Аааа, какое резкое замедление Дмитрия Юшкова в последнем повороте и бедный Дима Кокорин пытается отработать и проходит дальше. Итак, переходим к ТОП-16. Лидер квалификации Виктор Бантыш на 33-м СКАЕ и Никита Мещеряков на С-14 без лица. Бантыш первым едет хорошо, Никита не отстает. Второй заезд и все предпосылки для того, чтобы Бантыш Виктор победил соперника. Он ближе и углее, но пытаясь отыграть потерянное в первом заезде преимущество, ошибается и пропускает дальше Никиту Мещерякова. Александр Серков в борьбе с абаканской легендой сразу же отстает на постановке и потом бьется в агонии множество ошибок. Пытается догнать стабильного Ильина Артема, который, будучи вторым, ошибок напротив не допускает, едет на умеренном сейве, но достаточно близко. В конце, правда, синхронный вылет за пределы трассы и вот так с фейерверком из земли и грязи Ильина Артем отправляется в ТОП-8. Следующая пара – депутант сезона и ветеран DSL. Потапов Иван и Лавриков Илья проводят очень достойный заезд. Определенно, это хороший день как для Sky на JZ, так и для вернувшегося в дрифт Цефира. Но ошибка Ильи Лаврикова в последнем повороте решает исход поединка и Иван Потапов проходит в ТОП-8. Плот из Абакана Дмитров Юрий на АЕшке и Красноярске Эдуард показали классный дрифт. Хороший темп и минимум ошибок по траектории позволяют Дмитрову получить преимущество, которое он подтвердил во втором заезде, будучи ближе, агрессивнее и стабильнее соперника. Синхронные перекладки, минимум сейва заслуживает отдельного респекта в адрес пилота из Абакана, который просто блистал на четвертом этапе. И, собственно, он и побеждает в этом заезде. Ну а в следующем заезде Егоренков Степан сразу же на постановке отваливается от Алексея Ермоловича на 35-м лауреле. Высокий темп и скилл лидирующего пилота не оставили шансов сопернику в первом заезде и нашли свое отражение во втором заезде. И, видимо, под конец Степан ушел с траектории и Ермоловичу ничего не оставалось, как обогнать его и победить. Дмитриенко Антон, город Иркутск и Мальцева Олеся, пока в одиночку отстаивающая женскую сторону ДСЛ Красноярск, были отправлены судьями на ОМТ. И, собственно, Антон ехал хорошо, а Олеся не давала себя в обиду. Но решение судей оказалось на стороне Дмитриенко Антона. И, как говорится, бог им судья. Михань Семен и Кокорин Дмитрий, которые с постановки обосновываются в базе у Семена, к сожалению, перед прямиком слегка отваливается и распрямляется. Обидная ошибка от опытного дрифтера. Результатом этой битвы стало прохождение Семена Миханя в ТОП-8. Ну что, Дон Георгий Горбатенко Корлеона? Что, можно ездить на автомате в ДСЛ? Да, вообще спокойно можно ехать на автомате. И баллы нормальные получаются. Главное, вот он в ошибку уходит. Главное, вовремя там тыкать у него, обнулять ошибку. Ключ поворачивать, зажигание заново завести ее. И все, и баллы нормальные. Везде все едет сказочно. Абсолютно стандартный автомобиль. Поджог. Ничего нет. Да, корж из завода. Ничего в нем нет абсолютно. Все, сток. Ни выворота, ни блокировок, ни стойки, ни ковша. Ничего в машине нет. Получается, я одной рукой рулю, а второй там что-то щелкаю и все нормально едется. Что-то какие-то там корчи собираю. Тут на поджопе приехал. Картошку выгрузил из багажника, который уже выкопал. И все, и поехал всем напихивать. Что еще нужно? Хочу себе Лаурель как корча, а Сильвию как поджопу. Чтобы по городу передвигаться на красивой гоночной машине. Приезжать на кольцо и всем напихивать на диване. Ну, собственно, вот и он. Георгий Горбатенко на стоковом автоматном лаурейле. И Александр Петропавловский на подготовленном чейзере. И если в одиночных заездах лаурейль показывал себя действительно неплохо, то в парнях ему немножечко не хватало всего. Всего того, о чем, собственно, говорил Гоша. Несмотря на распрямление Петропавловского, именно он выигрывает эту битву, потому что был ближе и точнее. ТОП-8. Ильин Артем встретился с Никитой Мещеряковым, которого тоже можно особенно отметить на этом этапе. Радовал Никита мясными заездами. Хороший темп, отличный контроль автомобиля. Ильин не дает спуска. Также близок, агрессивен, быстр. Но именно Никита Мещеряков проходит в ТОП-4. В ТОП-4 ставки повышаются, и даже одна ошибка может решить исход битвы. Во втором заезде Потапов настолько агрессивен, что даже происходит контакт, правда, который не помешал дрифту, а только добавил ему зрелищности и эмоций. И, собственно, Иван Потапов забирает победу. Следующий – Ермолович Алексей и Дмитриенко Антон, который, несмотря на меньший угол, не может догнать серебристый лаурель и ошибается в последнем повороте. Ермолович вторым едет не очень близко, но, очевидно, чище и стабильнее, и продолжает борьбу в ТОП-4. Михань Семен и Александр Петропавловский. Чайзер держится в паре корпусов от Цифира. Такой абсолютно ровный заезд без стресса. Михань вторым номером держится ближе. И, да, с качества поребрика максимально близко приближается в последнем повороте, что и оценили судей, присудив ему победу в этой борьбе. ТОП-4. Итак, звезды этапа Иван Потапов и Мещеряков Никита после множества ван-мо-таймов, заставив изрядно попотеть судей и болельщиков. Сейчас вы видите, пожалуй, самый жирный и красивый их заезд. С большим трудом Иван Потапов буквально зубами вырывает победу, отправляя Никиту бороться за третье место. Михань Семен едет по судейскому заданию. Ермолович старается держаться близко, но перед главной дугой теряет темп. Небольшие распрямления, корректировки. Во втором заезде Семен опять проехался по поребрикам и опять эффектно приблизился в последнем повороте. В итоге Семен Михан отправляется в финал. Итак, заезд за третье место. Ермолович Алексей и Мещеряков Никита заставили судей вновь поработать. Оба едут круто. Минимум ошибок, максимум дрифта. Твердой судейской волей победа присуждается Алексею Ермоловичу. И самое главное. Финальный заезд. Михань Семен против Ивана Потапова. Неоднократный победитель DSL против дебютанта сезона. Но не будем забывать и то, что Ваня один из топовых сильных дрифтеров Красного Кольца. Столкнулись в финале два Ниссана Цефира. Два одинаковых по сути, но разных по концепции автомобиля. На одном родной RB20, на другом мощнейший почти 400-сильный JZ с большой турбиной. Что по сути не имеет особого значения в DSL, потому что именно в стритовой серии мощность почти никогда сама по себе не бьет мастерством. Это была настоящая битва пилотов, в которой на этот раз победил Семен Михань, а Иван Потапов эпично ворвался в DSL и сразу на второе место. По традиции в конце обнимашки и благодарности всем тем, кто помогает развитию сибирского дрифта. Спасибо всем ребятам с Красного Кольца, спасибо пилотам и их болельщикам, организаторам, зрителям, спонсорам, погоде, судьям, фотографам, видеооператору и всем-всем-всем увидимся на следующем этапе, финальном этапе DSL 2017. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok